Добрый вечер. Как всегда в этот день и в этот час на телеканале «Вариант» программа «Врач на дом». Как всегда мы поговорим о том, что интересует и беспокоит жителей 33-го региона и, разумеется, отдельно взятого города Владимира. Сегодня, как всегда, тема актуальная, тема интересная и тема нужная. Сегодня у нас в гостях главный внештатный гастроэнтеролог регионального Минздрава Ольга Васильева. Ольга Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер уже. Уже вечер. Ольга Владимировна, вы знаете, по традиции, наверное, предлагаю рассказать, пояснить нашим уважаемым телезрителям, чем же занимается врач-гастроэнтеролог. Что он врачу и за что отвечает, за какие наши отделы. Во-первых, хочу ответить на то, что согласно статистике по Владимирской области взрослому населению 1 млн 63 тысячи. 687 человек – это взрослого населения. И каждый 9-10 пациент страдает болезнями органов пищеварения. Во-первых, гастроэнтерологию можно разделить на несколько отделов. То есть это самый большой, самый объемный, наверное, самый длинный орган нашего человеческого организма. Он начинается с ротовой полости. Уже ротовая полость вроде бы относится к стоматологам, но если рот не в порядке, естественно, нарушается первый этап процесса пищеварения. Дальше верхние отделы желудочно-кишечного тракта – это пищевод, желудок, 12-перстная кишка. Самые распространенные заболевания из этих отделов – это гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Это самый распространенный, можно сказать, современный диагноз, то есть нарушение моторной функции – рефлюкс. Поэтому часто молодые пациенты, люди пожилого возраста, которые обращаются, принимают много лекарств, тоже страдают этой патологией. И всем известно язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Это, в общем-то, самая распространенная патология. По статистическим данным, там небольшой процент, но есть такие пациенты, особенно те пациенты, которые получают агрессивную сосудистую терапию по программам стентирования, шинтирования, после коронарографии. То есть эти пациенты, как правило, получая достаточно большое количество препаратов, они часто страдают этой патологией. Я прошу прощения, давайте мы к этой патологии вернемся, а сейчас предлагаю ответить на первый телефонный звонок. До нас дозвонился Игорь. Игорь, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, Сергей. У меня такой вопрос. А как в новогодние праздники не переедать, потому что у меня на УЗИ обнаружили жировой депоток в печени? Спасибо. Спасибо. Ну, во-первых, что значит не переедать? Вообще, мы должны само по биологии, по биоритму нашего желудочно-кишечного тракта вообще в новогодние праздники в ночь вообще не кушать. Мы же ложимся спать. То есть мы же не укладываемся спать и съедая там тарелку борща. Но поскольку праздник, то есть вы должны понимать, если у вас уже проблема есть, то достаточно встретить Новый год, там что-то легкое перекусить. Может быть, хочется что-то такое вкусненькое съесть, но, естественно, не употреблять салаты с майонезом при жировом кепатозе, не есть холодец, тоже он жирный, насыщенный. Можно сделать легкий салат-винегрет. То, что легко будет усваиваться и процесс не будет страдать. Поэтому это есть не переедание. Поэтому что-то достаточно легкое. Может быть, кусочек рыбки съесть бутербродом. Поэтому, ну, во всяком случае, ни салаты, ни в злоупотреблении майонезами, ни холодец. Ну, я предлагаю к этому вопросу вернуться чуть позднее, потому что мы никуда не уйдем от новогодних вопросов. А все-таки давайте поговорим о той болезни, которую вы обозначили. Я, к сожалению, говорю, даже не запомню, как она называется. Ну, в принципе, запомнить не надо. Это должен, в принципе, знать врач. И если пациент обращается к доктору, тогда уже доктор и объясняет ему проблему, в каком, где у него произошли более серьезные нарушения. Поскольку мыска в верхнем отделе, то есть так называемая гепатобилиарная зона. Это чаще болезни, которым страдает печень гепатита. Это холециститы желчный пузырь, это панкреатиты, это поджелудочная железа. Это именно гепатобилиарная зона. И следующий отдел, последний отдел – это кишечник. То есть к ним относятся воспалительные заболевания кишечника, язвенный колит или болезнь крону. В частности, отделение областной клинической больницы занимается именно этой группой пациентов, потому что это пациенты с аутоиммунными заболеваниями кишечника. Что такое аутоиммунные причины, которых неизвестно. И поэтому происходит, когда появляется жалоба, пациенты обращаются к нам на прием, и мы уже ими занимаемся, потому что они требуются длительной агрессивной терапии. – То есть, как я понимаю, гастроэнтеролог – это специалист, который, собственно говоря, практически всем занимается. – Ну, большей частью, да. – Как в этом роде говорят, весь бутер лечит. Уж простите меня за прямолинейность. – Да, потому что, как я и сказала, именно гастроэнтерология, органы пищеварения – это самый длинный, самый объемный, самый большой, действительно, наш орган. Поэтому, начиная с ротовой полости и заканчивая толстым кишечником, это всем занимается гастроэнтерология. – Очередной телефонный звонок. Давайте послушаем, о чем нас будут спрашивать, затем продолжим нашу беседу. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. – Здравствуйте. У меня такой вопрос к врачу. Мой родственник был доставлен в стационар по скорой, находился неделю, и был выписан диагнозом острый гастроэнтерит. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про этот диагноз и какие продукты можно есть теперь, после выпивки. Спасибо. – Спасибо за вопрос. – Ну, начнем с того, что, во-первых, нужно знать возраст пациента, потому что, опять же, как я уже обозначила, что пациент может быть возрастной, который имеет сопутствующую патологию, который получает препараты, которые не защищенные и в процессе лечения сосудистыми, и неправильно соблюдая режим питания диету. То есть, я так поняла, у пациента был выраженный болевой синдром. Острый гастроэнтерит – это, ну, как такового диагноза нет. То есть, или, опять же, учитывая возраст, это ситуация остро возникшая на фоне погрешности и приема препаратов, или какое-то обострение при нарушении диеты, и в любом случае, как бы, гастроэнтерит – это не та патология, которая требует именно, ну, вот такого длительного, долгого лечения. Это, как правильно пациент сказал, правильное питание. То есть, этот пациент, начиная, выписавшись домой, он соблюдает диету. То есть, прием пищи 5-6 раз. Пища должна быть термически обработанная, вареная, пареная, тушеная. В этот период не употребляется острая, жирная, жареная пища, и не употребляется обилие клетчатки. То есть, сейчас свежие овощи, мандарины, хурма, чаще, которая была, обладая таким вяжущим эффектом, тоже может вызвать повторные приступы. То есть, самое главное, пища должна быть в режиме, с интервалами, где-то 2-3 часа, и термически обработана. Это самое основное, именно вот с таким диагнозом. И потом наблюдать и смотреть, потом что дальше. Потому что в острый период, на тот период, когда он поступает в стационар, не находит серьезную патологию. Но в любом случае, этого пациента, он должен находиться на диспансерном учете по месту жительства. Через месяц, допустим, после новогодних праздников, еще раз дать анализы, еще раз пройти обследование. И может быть там что-то, действительно, найдется более серьезно. Или наоборот, мы с ним, какой-то серьезной патологии, просто наблюдение. Вот и все. Понятно. Ну что ж, тогда, думаю, что наша, уважаемая телезрительница, полностью получила развернутый ответ на свой вопрос. Теперь предлагаю поговорить о наиболее распространенных заболеваниях, с которыми встречаются гастроэнтерологи. И, собственно говоря, излечимы ли они и какими способами? Ну, опять же, вернусь к своей статистике, которую ежегодно мы проводим и делаем такие свои заключения, как главный специалист всегда, Минздрав подает, распространен заболевания, какая часто патология встречается. По статистическим данным, это, конечно, хронические панкреатиты, обострение поджелудочной железы, можно так сказать, когда воспаляется поджелудочная железа, и язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. То есть язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки – это хроническое заболевание. Естественно, вылечить мы можем только в раннем возрасте острую язву, она может бесследно пройти, у подростков чаще она стрессовая бывает. А хроническое заболевание – задача любого врача как можно дольше при правильных данных рекомендациях, при правильном лечении, при выполнении всех рекомендаций, которые врач дает пациенту, то мы можем, таким образом, мы больше удлиняем промежуток ремесия, то есть когда пациент находится вне обострения и в такой благодатной, благоприятной зоне. Но если он будет выполнять все рекомендации врача. Тот же панкреатит – это тоже хроническое заболевание. К сожалению, вылечить мы его не можем, но предостеречь обострение, рецидивы, те, которые приводят к тяжелым ситуациям, чаще это при злоупотреблении, употреблении жирной жареной пищей к острым хирургическим, это панкреа, некроз, и, к сожалению, смертность именно от этой патологии поджелудочной железы у нас, в общем-то, сохраняется. Это несвоевременное обращение, болевой синдром, пациент, естественно, ждет, когда все пройдет, но, к сожалению, эта ситуация длится на минуты. То есть нужно вовремя обратиться, чтобы предотвратить вот эту тяжелую патологию. Вот если неправильно, в общем-то, не обращать на это внимание, не лечиться вовремя, не соблюдать рекомендации врача, который ведет этого пациента, то любая хроническая патология, она, конечно, или приводит к какому-то острой ситуации, естественно, к частым обострениям. Вот давайте мы еще вернемся к панкреатиту, но после того, как ответим на вопрос нашей зрительницы. Татьяна, добрый вечер, говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем, Татьяна. Татьяна. Алло. Да, мы вас слушаем, говорите. Добрый вечер. Вы знаете, такая проблема, в том плане, что вот тоже обозначили хурму, просто если проблемы с чрезвычайной лизой. А я назначила здоровье телевидения, вот это, ну вот, показываем, это 55-й канал, телевизор здоровья. Вот. И, значит, там тоже говорят, что там киви, вот это вот хурма, как бы хорошие очень эти самые фрукты. Вот скажите, пожалуйста, на самом деле это хорошее, или просто не надо их кушать, когда есть проблемы с чрезвычайной лизой? Спасибо. Спасибо за вопрос, хороший вопрос. Понимаете, нужно выделить, что, какая проблема ваша организма доминирует. Если у вас действительно проблема больше с чрезвычайной лизой, но нет проблем, допустим, с органами пищеварения, нет панкреатита, нет язвенной болезни желудка, нет холецистита с деформацией, с застоем желчного пузыря, то, пожалуйста, вы можете поупотреблять, потому что есть продукты питания, которые как бы не совсем хорошо при болезнях, хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, но при сердечно-сосудистых, при проблемах эндокринологии щитовидной железы, они допустимы. Но важен вопрос не злоупотребления. То есть если бы у вас нет, и вы съедите хурму, но там не каждый день по 3-4 штуки, то, естественно, вы не принесете пользу ни для щитовидной железы, ни желудочно-кишечному тракту. А если у вас будет, допустим, прием этого фрукта 2 раза в неделю, как бы вы сами уже должны прислушиваться к каким-то своим ощущениям. Если вы хорошо переносите, то, пожалуйста. Просто я сделаю акцент на продуктах, у которых, у пациентов, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, и которых действительно это как бы не рекомендуется. И когда пациенты приходят на прием, первое, что задаю вопрос, жалобы они объединяют. Я всегда спрашиваю, что вы кушаете. Иногда пациентов просто прошу, чтобы они рассказывали завтрак, перекусы, обед, ужин. И вот когда тщательно собираешь вот такой анамнез, что у нас у докторов, мы называем анамнез, они рассказывают свой режим питания, то обязательно мы находим тот момент, который действительно и поддерживает его болевой синдром, и какие-то неприятные ощущения. Это очень важно. Поэтому если вы хорошо переносите те продукты, которые вам нужно принимать, пожалуйста, то есть тут уже противопоказаний нет. Но в меру. Мера нужна во всем, как я говорю. Все, мера во всем нужна. Ольга Владимировна, вот давайте вернемся к панкреатиту. Не скрою, заинтересовала меня эта хвороба. Вот вы говорите, что панкреатит, он в принципе смертельно опасная болезнь. В чем он выражается? Как человек может понять, что у него симптомы этой болезни? Сам определить, ну, по крайней мере, не самодиагноз себе ставить, конечно. Понятно, понятно. Ну, что вот есть звоночек, и надо, пожалуй, обратиться к доктору. Ну, во-первых, допустим, пациент после приема пищи, вроде бы он и кушает диетическую пищу, он не ест, что жирное, жареное. Первый симптом, что называется, это чувство распирания, как бы вздутия, урчания, боль после приема пищи, допустим, разжиженный сун, боль в правом и левом потребении, то есть верхних отделов желудочно над пупком, справа и слева. Боль ноющая, которая может усиливаться после приема пищи, она редко бывает схваткообразной, и после, допустим, приема, как пациенты чаще что принимают, панкреатин и нож, вот это как скорая помощь у всех практически пациентов, вот, приносит облегчение, то можно заподозрить, что, возможно, что-то не ел. Всегда нужно анализировать, после чего возникает боль. Допустим, он съел квашеную капусту. Да, вроде бы квашеная капуста, она хороша, но пациенты, которые имеют заболевание поджелудочной железы, и, в частности, хронический панкреатит, то есть этот продукт, он переносится очень тяжело. То есть ферментов не хватает, своих поджелудочная железа не вырабатывает в том количестве, чтобы вот эту обильную клетчатку, квашеную, переработать. Поэтому начинаются непереваренные, переработанные продукты питания, попадают в кишечник, там начинается вот это, видите, брожение, усиливается перистальтика, и вот эти бывают ощущения вздутия, урчания и распирания. То есть иногда пациенты говорят, доктор, у меня такой живот большой-большой, это раздутые петли кишки, потому что, как я говорю, процесс печенья сверху начинается, и поэтому что-то не хватает. Вот поэтому нужно заниматься. То есть первые симптомы – это боль, вздутие, распирание, и вот такое быстрое ощущение после ирожиженной ступы. Вот это, наверное, основные симптомы, которые нужно, как бы, доложить доктору и заподозрить. Вот это, а потом уже дальше диагностика. Слава богу, по желудочно-кишечному тракту много методов обследования, что можно правильно поставить диагноз. Замечательно. Вот мы говорим о панкреатите. Кроме панкреатита вы назвали язвенной болезнью. 12-перстной кишки и желудка. Вы знаете, вот мне как-то на слух приходило такое название, как прободная язва. Что это? Как не у вас, как поинтересоваться? Ну, прободная язва – это, во-первых, уже хирургическая ситуация. Это острая ситуация. Пациенты, как правило, поступают, не приходят на прием гастроэнтерологу, это звонок в скорой помощи. Потому что это боль. Боль сильная, интенсивная. И с чувством даже нехватки воздуха, вот насколько насильная. Поэтому тут уже какой врач на дом, естественно, взывается бригада скорой помощи. И, естественно, там особенности уже осмотра. Там есть осмотр языка и осмотр живота. И уже фельдшер на скорой помощи может забодозрить острую хирургическую ситуацию, привозит его в больницу скорой помощи, осматривает хирург, берет анализы, потому что можно сориентироваться по анализам, по общему анализу крови, осматривает живот, и все. И тут вопрос, в общем-то, становится, делают обзорный снимок брюшной полости. И, в общем-то, это чисто хирургическая патология. Ну, это, как правило, пациенты, которые имеющие в анамнезе язвенную болезнь, никогда уже пост, имея этот анамнез, не обследуются, не проводят симптоматической терапии. Весная, осень, как правило, месяцы, сезоны года, когда именно в этот период идет обострение язвенной болезни или желудка, 12-й перстной кишки. Вот, поэтому, плюс еще неправильное питание, злоупотребление, ну, вот и получаем результат острую ситуацию, это или кровотечение, или прободение. Что касается язвы, что такое язва, как понять, что у человека она есть, вот человек сам по себе может понять, что что-то у меня неправильно, что-то у меня не в порядке. Язвенная болезнь, ну, как ее почувствовать? Ну, как правило, язвенная болезнь, предположить, это голодного характера боли. Голодного. Чаще пациент, когда спрашиваешь, боль возникает в ночное время, то есть натощак, изжога. То есть, когда пациент приходит к врачу и говорит, доктор, вот я ночью просыпаюсь, у меня сильные боли, мне хочется что-то перекусить, боясь, когда я принимаю пищу, мне становится легче. То есть, как антоцит временный, заживление, защита идет пища, то, ну, и изжога. То мы, в первую очередь, пациента должны исключить эту проблему и направить его на фиброгастроскопию. То есть, в общем-то, это не проблема, это основное обследование, которым точно нам поставят диагноз, и уже на основании этого обследования мы ставим или есть язвенная болезнь, или обострение, просто отек, или предъязвенное состояние, но тоже может быть такое, с такой же клиникой, то уже или терапевт назначает, или направляется пациент к гастроэнтерологу. Вы трижды назвали слово «изжога». Ну, многие люди говорят, у меня «изжога». Вот скажите, пожалуйста, что это такое? Это показатель чего? Изжога – это такой дисфептический, как мы начинаем есть болевой синдром, и дисфептический. Может быть, за счет нарушения моторной функции, то есть неправильно любой орган работает в движении, то есть как, у меня все пациенты по часовой стрелке. А изжога, отрыжка – это нарушение моторной функции, как бы заброс идет желудочного, желудочного содержимого пищевод, как я и сказала, рефлюксная болезнь – это первая патология, которая появляется и часто распространяется при неправильном питании, при быстром заглатывании пищи, появляется именно изжога, отрыжка. То мы исключаем проблему в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, исключаем рефлюксную болезнь, воспалительные процессы в пищеводе. И этот симптом бывает при язвенной болезни желудка 12-перстной кишки, или при воспалении пищевода, и при язвенной болезни желудка 12-перстной кишки. Но это только после обследования можно предположить, поэтому есть диагностика, которая нам четко даст возможность поставить диагноз и правильно подобрать пациенту лечение. Ну, если у человека это, допустим, происходит не систематически, а раз в год по обещанию, это ничего страшного? А нужно тогда, опять же, проанализировать, после каких продуктов, значит, есть какие-то продукты, которые вызывают у вас этот рефлюкс, который именно нарушение моторной функции. Чаще бывает, может быть, газированная вода тоже может вызывать отрыжку или рефлюкс, или кислые продукты питания, мандарины или апельсины тоже, может яблоко вызывать. То есть нужно посмотреть, на какие продукты. Если это, допустим, может возникнуть на отварное мясо или какую-то, допустим, кашу, тогда это уже и появляется даже на диетические продукты питания, то это нужно обязательно обследоваться, чтобы не пропустить более тяжелую патологию. То есть обязательно надо, если есть подозрение, лучше обратиться к врачу. Ну да, обратиться к врачу, и просто если действительно это возникает на диетическом питании, если есть погрешность в еде, то просто это убирается и смотрится. То есть пациент, он же не сразу, когда появлялся в жугу, он сразу бежит на прием к врачу, но он просто занят на работе. То есть обязательно нужно прислушаться к своему организму. Появляется симптом? Ага. После чего он появляется? Значит, надо немножко, а что я вчера кушал? А после чего я возникла? Может, я просто быстро заглотал, у меня появилось такое состояние. То есть вот это тоже надо как бы анализировать у себя. Не бежать к врачу, а именно прислушаться к своему организму. Я всегда говорю, нужно всегда к себе прислушиваться. Не фиксироваться, а прислушиваться. Это тоже очень важно. Предлагаю принять очередной телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ах, скажите, пожалуйста, вот я много лет страдаю желчекаменной болезнью. Мне уже за 70. Я не решилась когда-то удалять вот, и множество камней. И вот на поджелудочную железу постоянно идет нагрузка, и она, возможно, воспаляется. О чем свидетельствует боли в районе поджелудочной железы. Вот я сижу на диете в основном, вот, и как вот, знаете, что, на таблетках, а именно обепрозол, неоспам, то есть таблетки, которые снижают желудочный сок. Так, вот у меня такой вопрос. У меня теперь пожизненно будет болеть поджелудочная железа, пока камни в желчном существуют. Спасибо. Вопрос понятен. Я предлагаю на этот вопрос ответить после короткой рекламы на телеканале «Вариант». Не переключайтесь. Вот пролетела короткая реклама на телеканале «Вариант». По-прежнему в эфире программа «Врач на дом». По-прежнему у нас в гостях главный миништатный гастроэнтеролог регионального Минздрава Ольга Владимировна Васильева, которая отвечает на мои вопросы и на вопросы наших телезрителей. Ольга Владимировна, только что нам буквально несколько минут назад задали вопрос. По поводу желчекаменной болезни. Спасибо за вопрос. Это настолько распространенная проблема у пациентов. К счастью или к сожалению не все пациенты решаются, когда мы диагностируем желчекаменную болезнь, когда находим или множество камней. Может данная пациентка видите, она сказала возраст, у нее множество камней. То есть когда действительно много камней и желчный пузырь он уже свою функцию не выполняет. Конечно, надо делать холецист-эктомию. Сейчас много щадящих методов оперирования, то есть лапароскопические, которые пациент очень быстро восстанавливается. Но в данной ситуации пациентка не согласилась. Значит, переходим постараемся ей помочь. Ну, да, почему нужно делать холецист-эктомию? Потому что действительно анатомически желчный пузырь и поджелудочная железа соединяются общим протоком, они находятся рядом. И поэтому, когда отток желчи нарушается, именно страдает поджелудочная железа. Но вы делаете правильно. Во-первых, это соблюдение режима питания диеты. Правильно соблюдать надо диету. Правильное питание. То, что есть, что желчь, она все равно вырабатывается, может быть, в том количестве, как нужно для пищеварения, вы все равно она поступает в процесс пищеварения. Если бы что-то было, там явно, что вы уже поступили бы или вы чаще в хирургический стационар и вам какую-то помощь оказали. Но, тем не менее, вы живете в этой ситуации, соблюдая диету и принимая препараты. Препарат амипразол, как ингибитор протонной помпы, он относится к клиническим рекомендациям и в стандарт лечения именно панкреатита. И он не подавляет, как и другие препараты этой группы ингибиторов протонной помпы, не подавляет то количество соляной кислоты, которое будет не хватать для пищеварения. Так что вы все делаете правильно. К сожалению, поскольку вы не решились, а возможно, хирурги вас не возьмут с учетом возраста и сопутствующей патологии на операцию, вы будете, ну, как вот гипертоники же принимают препараты длительно, контролируя давление, так вы будете принимать амепрозол и ферменты, соблюдать диету, ну, вот сколько, как Бог пошлет. Поэтому, я думаю, что... желудочные железы принимаются полиферментативные препараты, их много, поэтому, пожалуйста, в аптечной сети, что вам предложат и порекомендуют, пожалуйста, принимать, я думаю, все будет нормально. Есть мнение, что причины большинства заболеваний, ну, скажем так, самые разные, от простейших вирусов до психологического состояния человека. Как в народе говорят, все болезни от нервов. Так ли это? К сожалению, это так. Действительно, очень много проблем возникает у пациентов, и когда они обращаются на прием, не все как-то очень делают акцент, идет обострение после психоэмоционального стресса. Но это, как правило, если есть пациент, уже какая-то проблема раньше была. Вот. Оно усиливает или обостряет заболевания, имеющиеся. То есть быстро психоэмоциональный стресс может вызвать острую язву. Почему? И военкомата, когда у пациента есть подозрения на язвенную болезнь, он обязательно проходит это обследование, посмотреть, нет ли у него фона, нет ли язвенной болезни, потому что чаще в молодом возрасте это именно стресс. И всем известно, что обострение или заболевание язвенной болезни желудка 12-перстной кишки вызывает такая инфекция, как хеликобактерная. Поэтому в клинических рекомендациях, в стандартах лечения обязательно. Но если четко определено, что да, язва на данный момент у пациента при обследовании вызвана хеликобактерной инфекцией, то обязательно проводится терапия хеликобактерной. Это обязательно. чтобы не вызывать рецидивов заболевания, чтобы эта инфекция по возможности была пролечена. И мы не сталкивались с этой проблемой в последующие годы. И как я уже говорила, аутоиммунные заболевания, они тоже как-то связаны частично. Это тоже нет какой-то доказательной базы, но чаще они возникают при каких-то частых или переутомлениях или стрессовых ситуациях, которые могут запустить сбой в иммунной системе и возникнуть то или иное заболевание, причина, к сожалению, которая не изучена. Если говорить о методах исследования, понятно, что для большинства нашего народного населения есть такое выражение и высказывание «глотать лампочку». Это, наверное, самое распространенное, самое известное. Я подозреваю, ему 100 лет, мягко говоря. В общем-то, да. Есть ли какие-то наиболее щадящие, наиболее современные методы исследования как раз всех этих внутренних органов? Ну, к счастью, что для обследования для желудочно-кишечного тракта их достаточно основные, базисные, это фиброгастроскопия. Это исследование, если мы хотим исключить заболевания пищевода, желудка, 12-ти перстной кишки, это, конечно, фиброгастроскопия. Это стандарт. Он везде входит в клинические рекомендации, это обязано. Даже в диспансеризацию он тоже входит, потому что как метод исследования, если есть какие-то проблемы. А что он из себя представляет? Эндоскопия, это действительно, ну, это очень короткий метод. Самое главное, тут в этом исследовании он не страшно, пациенты боятся, ой, не буду глотать лампочку. Но очень важно слышать врача, во-первых, тут легкая заморозка идет, и именно выстроить свое дыхание, потому что не впадать в панику, а именно просто правильно дышать, и это исследование проходит очень быстро. Это помощь врачу, чтобы врач не мучиться с пациентом, потому что нет этого работного рефлекса, просто выстроив правильное дыхание, то есть это исследование действительно очень непродолжительное и короткое, то есть, в общем, настолько распространено, это как задать кровь, так сделать фиброгастроскопию. Прошу прощения, очередной телефонной звонок, давайте ответим, затем он вернется к нашему разговору. Слушаем вас, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, будьте любезны, такой вопрос. Уже несколько лет я страдаю болезнью рефлюкса изофагит, и очень часто, значит, бывает изжога, и пока пьешь лекарства, такие как АМЕС, там Рабипрозол, все хорошо, как стоит прекратить прием лекарств, все возобновляется. Скажите, пожалуйста, можно ли вообще пожизненно пить вот такие лекарства, которые снимают изжогу, или их только курсами принимаются они? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, нужно знать, какая у вас рефлюксная есть. Есть она негативная, когда нет воспаления в пищеводе, и позитивная, когда действительно выражен воспалительный процесс в пищеводе, который сопровождается эрозивами и язвами. И после того, как вы пропиваете, проходите курс лечения, у вас проходит, обязательно нужно сделать контроль фиаброгастроскопии. Если действительно у вас все хорошо, то нужно коррегировать именно диетой, правильным питанием, режимом питания. Это основное, как бы, в лечении тоже рефлюксной болезни. Единственное заболевание, которое тяжелое, это предраковое, пищевод бар, это пограничное, сосудное строение. Да, эта группа пациентов, действительно, они практически длительные, постоянно, опять же, только под контролем врача-эндоскописта, принимают без перерыва вот эти препараты, ингибиторы, протонные помпы. А при рефлюксной болезни тут нужно очень следить за своим образом жизни, питания. Я думаю, если эндоскопический у вас там нет, то тут имеется еще какой-то психологический фактор, который вы его кончили, препарат у вас сжога. Там с чего началось, если там, в общем-то, все прошло из лечения, все хорошо. То есть тут надо коррегировать именно диеты и режимы. К сожалению, времени остается не так мало, хотели поговорить о многом. Но я вот предлагаю коротенечко о диспансеризации. Насколько она помогает, насколько она нужна по вашему профилю, по гастронтрологическому? Ну, диспансеризация, это действительно настолько идет помощь для врача. Во-первых, мы диагностируем пациентов, если даже он не жалуется, по общему даже анализу крови можно заподозрить какую-то тяжелую патологию. И, видя изменения, пациента уже направить на обследование и диагностировать на раннем этапе патологию вовремя прилечить и, в общем-то, не допустить до хронического заболевания или какого-то более тяжелого. Поэтому диспансеризация это действительно очень большой плюс у нас в здравоохранении, который диагностирует, выявляет, дает возможность пролечиться и не дать возможность развиться более тяжелой патологии. Поэтому и дает возможность бесплатно пройти обследование, то есть направить, как уже сказали, фиброгастроскопию. Следующий метод обследования, который очень важен, это узибрюшные полости, которая выявляет патологию геопатобилиарной зоны и колоноскопия, которая выявляет патологию воспалительных заболеваний кишечной, который, в общем-то, рост заболеваемости тут очень высокий. Вообще по России. вывод можно сделать один, что не стоит отбрыкиваться всеми руками и ногами от респоциализации, надо ее проходить. Обязательно. Есть возможность пройти обследование бесплатно и выявить ту или иную патологию, вовремя с ней познакомиться и вовремя с ней пройти лечение. Ну и не могу в преддверии новогодних праздников не поговорить о, скажем так, культуре потребления пищи. Как правило, здесь говорят о культуре питья, но это, скажем так, понимаем, вопрос специалистов другого профиля. А вот что касается, скажем так, поговорим давайте о пищевом благоразумии. Как человек должен себя вести в новогодний праздник? Это не для секретов никого, не для кого, что даже врачи из БСП говорят, что тут начинается с коликами, с чем только не привозят в новогодние праздники, вот что только не бывает, что только не встречается. Вот как избежать всех этих неприятностей и благополучно пережить новогодние праздники, скажем так, оглядываясь, опираясь на культуру приема пищи. Вот, именно культуру. Поэтому мы должны в первую очередь сделать акцент, что нам новогодние праздники должны не для переедания, а для отдыха, психологической разгрузки именно правильного режима питания. Если у нас вот в нашей такой активной жизни не получается вовремя поесть, то мы хотя бы вот в эту неделю должны именно как-то распределить, встать, позавтракать, прогуляться, что-то приготовить, сходить с друзьями в гости. То есть это, как получается, психологическая разгрузка, которая тоже поможет нам не войти в рецидив, в обострение заболевания, тем более в ночное время сделать такую пищевую нагрузку это категорически нельзя, потому что, как уже сказала, биоритм на желудочно-кишечном тракте по-другому устроен. Он не ждет, чтобы мы туда ему, как это, в ртовую полость загрузили большое количество ее пищи, еды, что потом мы с полным животом не попали в больницу скорой помощи. Поэтому сделать себе праздничное настроение, а вот эту пищевую нагрузку распределить на неделю, чтобы правильно тут именно высадить правильный режим и подключить свою семью. То есть это неделя отдыха, именно встречи с друзьями, с подругами, приготовить что-то вкусное, не перед новогодней ночью сидеть у плиты, готовить и что-то там стряпать, а потом наедаться и подъедать. Это, к сожалению, уже в прошлое, как мы говорили, как встретишь Новый год, так и проведешь его. Но, к сожалению, это уже поговорка устарела, поэтому мы живем в другом ритме, другое время, поэтому вот такого у нас уже не должно быть. К сожалению, в прошлом стреле. Как правило, наши с вами сограждане в новогодние праздники ездят один раз в сутки, с утра и до вечера. Вот этого не должно быть. Вот это, как я врачу-гастронтурологу, мы этого не должны для того, чтобы не попасть уже в такую ситуацию. Стать вашим пациентом, Да, не стать нашим пациентом, молодцы ли, нашим пациентом, а хуже это пациентам-хирурга, поэкстренному. Поэтому эту грань надо все-таки помнить. Особенно тем людям, у которых есть проблема, уже серьезная проблема, патология желудочно-кишечного тракта, ясная болезнь желудка, холецистит, панкреатит, воспалительные заболевания. То есть тут надо немножко все-таки оглядываться назад, чтобы себе не навредить. Предлагаю принять телефонный звонок, он, наверное, скорее еще последним будет в этой программе. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем внимательно. Здравствуйте, меня зовут Тимур. Я не знаю, можно ли задавать вопросы как личного плана по гастроэнтерологии или больше общего? Говорите, пожалуйста. Понимаете, такая проблема, уже год мучаюсь, какие-то проблемы с желудком, обошел кучу врачей. После того, как поем, очень сильно какие-то острые, тяжелые боли, задавал анализы, ничего не показывают, даже температура поднималась до 39, как лихорадка. Даже не знаю, на что это может быть подозрение, как бы УЗИ и все-все, только желчный искривлен. Может, он как-то дает. И после еды бывает, что как кровь в слизи, то есть после приема пищи какой-то, это редко очень. То есть, если бы вы могли хотя бы направление задать, что это может быть? Ну, к сожалению, у меня так, спасибо за вопрос. К сожалению, по вот такому все, то есть, обращался к врачам, проходило обследование, жалобы есть у пациента, но которые никак не могут верифицироваться. Ну, единственное, что поскольку жалобы это именно гастроэнтрологические, то единственное, что прием гастроэнтролога в областную клиническую больницу проходит каждый день. Вот, если пациент гордо, он имеет право полностью также по направлению участкового врача обратиться к областному гастроэнтрологу. То есть, к вам? К там, обратиться в областную, потому что, если вопрос не решается, потому что, если он обращается в частные клиники, естественно, там может быть что-то пройдено и все, то, пожалуйста, то есть, доступность приема гастроэнтролога в областную клиническую больницу, она, в общем-то, открыта по записи, и, в общем-то, пожалуйста, обращайтесь, и тогда уже будем разбираться, выяснять. То есть, в любом случае, надо видеть анализы, надо осматривать пациента, проходить, посмотреть объективный осмотр, это очень важно, потому что, как любой обращаемость, всегда все пациенты осматриваются, потому что, может быть, много очень жалоб, а когда пациента осмотришь, живут там совершенно спокойно. То есть, тут очень важны моменты, то есть, важен осмотр, диалог врач-пациент, поэтому так очень сложно определить, но явно какая-то патология есть, может, постоянно функциональная, вот, за счет перегиба желчного пузыря, дискинезии, тоже может быть болевой синдром, но с температурой надо выяснять, потому что не совсем понятно. То есть, в любом случае, Тимуру необходимо обратиться к своему участковому терапевту, чтобы получить направление в областную больницу. Да, уже конкретно нужен гастроэнтеролог. Ну что, что остается всего лишь полторы минуты. По традиции, хотелось бы услышать ваши пожелания нашим телезрителям. Ну, как уже сказала, наши дорогие жители города Владимира, праздник к нам вот так вот хорошо совпало, что это целая неделя отдыха, поэтому я вам всем желаю хорошо отдохнуть, психологически восстановиться, встретиться с друзьями, с подругами, с детьми. То есть, эта неделя именно, она как бы восстановительно-психологическая. Ну, естественно, не забывать правильно и вовремя покушать. Ну что ж, и мне остается сказать огромное спасибо вам за то, что в своем плотном графике выбрали время и пришли к нам в эфир. Мне остается напомнить нашим уважаемым телезрителям, что у нас в гостях была главный уништатный гастроэнтеролог регионального Минздрава Ольга Владимировна Васильевна. Ольга Владимировна, спасибо вам еще раз огромное. Как я в таких случаях говорю, за ликбез, который вы провели в прямом эфире. Мне хочется верить, что мы с вами еще неоднократно встретимся вновь в нашей студии. Спасибо, всего доброго и всех с наступающим Новым Годом. Спасибо. С наступающим Новым Годом. Спасибо.